Коллеги, приветствую! С вами Александр и у нас сегодня рынок был весь красный. Я тоже одел красную футболку в честь такого серьезного события. С вами разберем именно золото. Обращу ваше внимание, данный обзор был подготовлен 5 августа в этот понедельник. Если вы хотите узнать дополнительные точки входа в рынок по биткоину, индексу доллару, по доллару китайцу, китайцу рублю, дон джонсу, насдагу, S&P500, то обязательно переходите в ссылку в описании на мой YouTube канал, перейдите в раздел «Трансляции» и посмотрите последний наш эфир, который у нас вчера состоялся, чтобы определить больше точек входа в рынок, использовать для своей успешной торговли. Перед началом обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал «Амаркетс». Так, здесь смотрите, кто-то оставил в прошлом наш эфире, последний раз, 19 июля где-то беседовали. Берем на 4 часа, переходим, у нас есть вот такой максимум, проводим здесь вот так по линиям поддержки, линию сопротивления. Вот наш такой вот нисходящий коридор, рынок у нас сейчас вот его будет тестировать. Здесь ставим еще посередине вот такой угол наклона, рынок от него отскочил. Почему я взял его, например, смотрите, вот у нас отскок здесь был, отскок здесь. И телами, свечами еще отскочил, когда уже вверх пошел. Вот у нас он тестировал буквально в трясение днем, да, но эту туры не смог пробить. Что на золоте в ближайшее время ждать? Смотрите, коллеги, если долгосроки смотреть, нужно ждать на дневном графике пробой 24.84. Если рынок пробивает, идем 25.34. 25.15 откат предусматриваем. Это для начинающих трейдеров лучше дневной подождать, дольше ждать, может даже вся свечой пройти, но безопаснее будет. Опытным трейдерам 4 часа. Но все равно учитываем то, что мы находимся на линии сопротивления пунктирном. То есть, обратите внимание, у нас рынок уже с ним хорошо взаимодействовал. На старшем таймфрейме, как мы так и берем, и видим, как рынок у нас его тестировал. То есть, у нас вот отскок. Раз, два, три. И вот мы понимаем, что вот здесь вполне нужно тоже к этому готовиться, чтобы к этому развороту. Но обновляя хай, мы увидим 25.34. Это будет основной целью откат предусмотрен 25.15. Одни определены по скрытым уровням Fibonacci, которые я преподаю на своей школе. И они помогают им находить четкие отскоки, где рынок будет разворачиваться у нас. Вот, теперь далее. Фокусируемся на вот этот нисходящий коридор. Если у нас в ближайшее время тоже так вот пробьет отметку 23.51, условия остаются прежними. То я сейчас так поставлю внутри тренда, предусмотрим нисходящего. И предусмотрим откат на линии поддержки красной, которая у нас сейчас, давайте не пунктирная, вот это будет пунктирная у нас, вот это будет нижняя сплошная. Вот, не ждем отскок. И ориентир 23.41, цель 23.35. Что же рынок будет тысячи? Ну, тут скопейка 23.25. Здесь вот этот момент предусмотрим. Теперь, если нас интересует заработок под минимумом, который на сегодня рынок у нас тестировал, то есть это 23.64.68, за основу я буду взять, когда в истории уже цена подобная повторяла, это у нас было вот совсем недавно, 25 июля, и за основу будем брать вот эти как раз вот минимумы, то есть ставим по телам свечей, это тот коридор, который нам ближайшие пригодится, если цена у нас дойдет до них. Пробивает на 4-х часу на той фрейме пунктирный красный, это очень важно в этот момент, раз. А на часовике уже можно будет рассмотреть падение у нас 23.64, если пробивает с половиной, то учитываем падение до 23.55, даже 23.56 немножко с запасом возьмем повыше. Это вот у нас на, здесь мы учитываем это движение. Теперь далее. У нас есть условия, никак, несомненно, у нас золото под давлением, почему это происходит у нас, техническая картина ранее, вот у нас была, видно, хорошая поддержка, вот она закрылась у нас, то есть это говорит о том, что цена пока находится в импульсном движении на падение цены. На часовом той фрейме мы переходим вот сюда, у нас уже есть максимумы, мы их соединяем. Так, сейчас я быстро подсказку, у меня все слышно. Так, ну пишите, все хорошо. Надеюсь, у меня сейчас, давайте еще приложению все-таки зайду, смотреть может какие-то, да, все пока нормально. Так, идем дальше, возвращаемся. Так, копируем, ставим. Здесь вот так вот учитываем угол наклона. Вот, с ним от рынок работает, сейчас вот он от него отскакивает, в зелененьком коридоре цена у нас сейчас будет находиться. Мы вот сейчас, видите, как у доллара. Кстати, вот многие, кто, знаете, вот говорят, что вот если доллар растет, там, продавай золото, либо там золото растет, продавай доллар. Думаю, все, да, увидели, как вот доллар у нас упал, как золото упало, как у них сейчас, видите, схожая картина. Вот золото у нас упало, да, сейчас пробивает сопротивление, хороший сигнал к росту. Здесь стоит дождаться, сейчас посмотрю, ценового уровня. Да, 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 вот у нас цена, как раз на нем находится. Его вот пробитие дополнительное, вот подождать, это 24.03. И, в принципе, покупать вполне стоит в этой ситуации. То есть я здесь сделаю вот такой вот вариант. И за основу я как раз вот беру вот то, что уже рынок происходил. То есть вот у нас падение. Вот цена у нас, видите, здесь останавливалась. Почему сейчас покупать? Рискованно, потому что вот мы можем дать эту коррекцию попасть. Кто готов к такому риску, пожалуйста, в бой. Вот, если все-таки безопасно, вот у нас рынок, видите, пробился и уже так уверенно начал расти. В этой ситуации мы посмотрим, то что вот у нас от самого максимума до самого минимума проведем сетку Fibonacci. Вот как раз у нас 38.2 здесь работа будет. Уровень 50 уже потестировался. Здесь сразу же какие отметки снова стоит тестировать. Это у нас даже вполне 30 минут таймфрейм. Это уровень 50.24.11. И предусмотрим у нас вот здесь уровень 24.21. Потому что, видите, вот здесь уже рынок останавливался. И это все вот у нас в рамках, если у нас рынок вот так вот закрепляется, в рамках вот этого зелененького коридорчика у нас будет у нас условие. То есть это линия сопротивления. Рынок попробует ее потестировать. Когда у золота начнется укрепление? Так, это если... Да, это если мы все-таки пробьем вот этот вот максимум. Когда у нас рынок, видите, вот у нас начинал отрастать, рынок у нас подошел к уровню 24.25. И была неплохая такая коррекция, да, у нас. И после ее пробоя рынок уже, видите, у нас уверенно здесь начал укрепляться. То есть вот тут, тут, тут мы пойдем. То есть вот тогда уже у нас цена, видите, у вас выйдет из у нас нисходящего коридора. Если мы сейчас пробьем вот тут, пунктирные зелененькие у нас пробиваются. Это сигнал на рост. Плюс у нас максимум хороший пробивается. И я думаю, рынок у нас повторит историю. То есть у нас движение в сторону 24.33. Округлим лучше поровно. И там уже вот у нас он тест будет делать на области 24.49. Там даже 24.50 рынок попробует отыграть. Так что я здесь вот сделаю вот таким вот образом. Это у нас как откат. Это наша будет с целью, например. Вот тут так сделаем. И все вот так вот. Далее. Теперь продолжение роста у нас. Здесь он линия сопротивления. Если уж поддержать. Да, например, покажу такой вариант. Это более рискованно. Это если держать так. Держать до момента, когда рынок будет разворачивать. Это вот у нас 24.58. То, что рынок уже здесь равно. Тему тяжеловато было дальше расти. Вот. Дальше максимум. Вот я так же и сказал. Потому что 24.84 у нас прорывается. На 4.60 фрейм для опытных трейдеров действуем. Начинаешь на трейдере лучшее дневное подождать. Потому что на линии сопротивления, вот пунктирный, крайний уже риск. Это тем трейдерам, кто быстро умеет принимать решения. То тогда действуем. Если случай разворота, когда рынок идет не по нашему сценарию. Вот. Теперь дальше. Так, сейчас комментарий. Посмотрю, что у нас там. Комментарий. Все нормально. А, нет. Плей. Присплату. То, да, комборуете. Нормально. Пока все работает. Идем дальше. Смотрите. Теперь условия. Если золото у нас продолжит падение. Ну, это разобрали внизу. Ну, в идеале это, смотрите, если у нас уже цена у нас дойдет до сопротивления, пойдет вниз. Это условие я, ну, и когда посмотрю, как сформируется, я дам дополнительную информацию в своем телеграм-канале. То есть, по золоту, понаблюдая за ним. Вот. Так что на ближайшее время, пока мы находимся в красном исходящем тренде, золото идет под давлением. Вот. За счет того, что у нас рынок. Сейчас еще подождите, сформирую немножко. Пару моментов. Что еще здесь? Вот стоит обратить внимание. Рынок сейчас пытается удержаться. Давайте сейчас много информации, я понимаю. Я же попробую вот так вот открыть. Так. Просто есть одна интересная мысль, которую хотелось бы закрепить. И сейчас у нас почему золото у нас борется еще от продавцов? Вот у нас откупается. То, что вот эта поддержка не дает сейчас ей провалиться. Вот. Минимумы идут на повышение, экстреммы обновляются. Это хороший сигнал. Действительно, видите, то, что максимумы обновляются тоже. И вот вполне у нас вот эта цена сейчас в треугольничке и находится. И почему золото? Вполне логическое. Коррект. Ну, рост после падения. Вот как раз у нас будут тестироваться вот эти коридоры. А дальнейшее движение в сторону покупок – это вот какие-то самые максимумы, если пробиваются. И, соответственно, если у нас там уже пробиваются минимумы, там уже стоит искать условия дальше на продажу, например. И, ну, если возвращаясь к золоту, именно на падение, да, посмотреть дополнительные торговые коридоры. Это если мы, ну, в принципе, да, все-таки вот это, что я сказал, потому что там цена уже будет тестировать линию поддержку синюю, которая у нас вот здесь на графике найдена. И цена у нас повторно вполне вот это может повторить условия. И если уже у нас вот там прорывается, дальше у нас синюю линию поддержку пробивает, и ценовой уровень, сейчас очень поближе сделаем, пробивает у нас 23.35, то предусматриваем падение до 23.01. Синяя поддержка будет минимум на дневном будет пробита. Откат на 23.21, то есть предусматриваем то, что вот как у нас золото будет себя вести. Коллеги, спасибо за то, что досмотрели до конца данный обзор. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, чтобы вы получили полезные информации по финансовому рынку. Также обязательно уделите внимание телеграм-каналу, так как там получаете еще дополнительные точки входа в рынок в течение недели. Ну что же, желаю вам успешных торговых результатов. До встречи. Пока-пока. Пока.